Динамисхус Динамисхус является редким ископаемым животным из кембрийского периода. Он достигал 20 мм высоту, был прикреплен к морскому дну с помощью стебля и держался спокойно как цветок. Тело чашеобразной в верхней части стебля, вероятно, там находилось ротовое отверстие, которое фильтровало морскую воду. Его рот и заднепроходные отверстия находились рядом друг с другом. В своих первых раскопках бёрджерских сланцев Чарльз Дультул Уолкотт раскопал первый в то время образец животного. По-видимому, он так привлек его внимание, что он взял на себя обязанность внимательно сфотографировать и рассмотреть его, но так и не нашел времени, чтобы описать сам организм, и только в 1977 году Саймон Моррис описал этот организм. Он разыскал еще два образца собранных экспедиций, состоящие из команды Гарварда и Королевского музея Онтарио, которая позволила Саймону провести реконструкцию. Организм состоял из чашечки или тела на длинной тонкой ножке с наличием 18 коротких лепестков, которые закрывали оба отверстия его U-образной кишки. Наличие этого кишечника позволяет сделать вывод, что организм был полностью сидячим и крепился к дну с помощью какого-либо фиксаторного аппарата. Около 20 лепестков на каждом организме были твердыми пластинчатой структуры размером около 2-3 длины чашечки. Саймон Моррис предположил, что они, возможно, были покрыты ресничками или волосками, которые загоняли еду в ротовое отверстие. Было рассмотрено родство на основе имеющихся доказательств, но организм не был приписан никакому типу животных, поэтому классификация Динамисхуса очень затруднительна. Дальнейшие найденные экземпляры известны только из пород Китая. 13 образцов были найдены в Чэньцзане, а в 2006 году один экземпляр был идентифицирован в формировании Кайли. Эти организмы заслуживают своего видового названия, например, Динамисхус венустус. Их гофрированные лепестки обладали радиальными лучами. Было немало дебатов, на которых организм причисляли к иглокожим, но затем эта затея провалилась за неимением доказательств, подтверждающих эту теорию. Другие современные теории, даже немного пошатнувшиеся, включают в себя предположение, что организмы, возможно, являлись паразитическими и крепились на панцирях других организмов. 13 образцов Динамисхуса известны из-за отложений Большого Филопода, где они составляют менее 0,1% от всего сообщества. Динамисхус не единственный организм в своем роде, найденный в кембрийских отложениях. Аналогичный ему на более крупный организм, известный как животный тюльпан, также был найден, но еще не описан, из бёрджерских сланцев. Он также был сравнен с Алдонией и Велумбреллой, хотя в отличие от Динамисхуса эти медузоидные организмы имеют щупальца. Если вам понравилось данное видео, то поставьте лайк, подпишитесь на канал или вступите в группу канал, ссылка будет в описании, поддержите проект и ждите выхода новых видео.